Вот так вот мы греем каждый день воду. Сырость у нас, влажность, чтобы помыть детей, помыть посуду, что-то сделать по дому, какие-то дела. Многодетная мама Юлия с утра до вечера греет воду на газовой плите, чтобы помыть своих троих ребятишек. В её кране, так же, как и у соседей вместо воды, только воздух. Где-то дня два назад позвонила в ВГТК. Я говорю, что это такое, когда у нас будет постоянно горячая вода. Это постоянные перебои. Я говорю, ну что, это никто ни за чем, ни за кем не следит. Она говорит, вы не кричите, я вам спокойно всё объясню. При постройке вашего дома горячая труба у вас была нигде не подключена ни к чему. Поэтому у вас и были перебои. Я говорю, а сейчас? А сейчас они её ищут, не знают, где она находится вообще. Сама труба. Доживём до понедельника. Эту уже ставшую крылатой фразу жители дома номер 81 по улице Саратовское шоссе используют вместо слова «до свидание». Уже вторую неделю они сидят без горячей воды. И проблема не решается. Воду отключили 19 октября. И уже на двух планёрках в администрации руководитель управления ПГО и ЧС Андрей Богасин докладывает, один многоквартирный дом остаётся без горячего водоснабжения. Наш дом большой. Восемь подъездов. Около 700 человек проживают. Ну, вот делайте выводы, потому что все сидят без воды, я думаю. Не у всех есть, конечно, с маленькими детьми. И не у всех возможности есть поставить вот эти водонагреватели. В минувшую среду после многочисленных жалоб и недельного, так сказать, обезвоживания у жителей появилась надежда. Нам расклеили вот такие вот объявления, которые были удачно сорваны на следующий день. Для чего, мы не можем понять. В минувшую пятницу жильцы злополучного дома опять звонили в управляющую компанию, сообщив заодно, что к ним приедет пресса. На что представитель УК заявил, что не стоит беспокоиться. Уже к вечеру дом будет с горячей водой. Но вот уже суббота, а из крана горячего водоснабжения ничего так и не капает. И утром жильцы дома вновь начали штурмовать офисы Т-плюс и дежурные службы. Теплосить. Мне пока не сообщили, когда, что, сколько ее есть. А по причине какой у нас не ведутся работы? Убреждения, трубопроводы. А почему не ведутся, они почему не делаются? Трубопровод за нами, то есть он нам не принадлежит. А кому он принадлежит? Я не скажу вам, кому. Я знаю, что баланс, то есть предотвращение баланса, где его не состоит от трубопровода, получается, мы его не обслуживаем. А кто его обслуживает? Не скажу, кто обслуживает его. Я так понимаю, что администрация. А скажите, пожалуйста, а почему тогда у нас в среду были вывесены объявления на подъездах от вашей компании Т-плюс? У нашей компании как бы собираются сделать его от трубопровода. Собирается, а когда, неизвестно. Спасибо вам большое. До свидания. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что-нибудь известно по поводу Саратовского шоссе 81, по поводу воды? До понедельника. До понедельника. А работы вообще ведутся? Да, работают тепловые сети. Тепловые сети работают. Да, а где работают, не скажете они? На каком сети? Пожалуйста, позвоните, узнайте у них. Ремонтную работу проводят они. Спасибо большое. До свидания. По словам диспетчера, именно на этом месте должны в эти минуты вестись ремонтные работы. Но делегация, состоящая из самых активных жильцов, так никого и не увидела, как уже почти две недели не видит горячей воды в своих кранах. В управляющей компании вновь их обнадёжили. Мол, доживите до понедельника, тёпленькое пойдёт. Но люди уже не верят обещаниям. Им почему-то кажется, что и на следующей планёрке в администрации только их дом будет значиться в докладе о состоянии коммунальной сферы.